Книга «Открытым оком», третий том, схема молитвы, вопрос 1064. Как нужно просить у Бога чего-либо? Конкретно называть свою нужду? Или же просто, чтобы не докучать Богу, говорить «Да будет воля Твоя!» Сильная настойчивость не предъявляет ли Бога? Отвечает Игнатий Игоревич Владимирович. Молитва бывает трех степеней. Сортов. Просительная, самая низшая. «Дай, сохрани, спаси, помилуй, защити, наставь» и тому подобное. То есть Бог мне нужен как податель благ, как отец ребенку, как хозяин рабов. Иоанна 16,24. «Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Второе. Благодарение. Осознание и величие полученного дара своего рождения, жизни, дня и ночи, здоровья и болезни, сохраненного разума, всего-всего, чего и постигнуть не можем. Первое. В Силоникицам 5,18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». И третье. Наивысшее. Славословие. «За то, что Он Бог так велик и славен». 1 Кор. 6,20. «Ибо вы куплены дорогую ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Славословие «Искупленная душа» соединяется с небесным хором. 1 Кор. 6,3. «И взывали они друг о другу, говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Салфир 146,7. «Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях». Откровение 5,8. «И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждой гусли, золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых». Нужно всегда конкретно, предметно, своими словами высказывать Богу нужду, но не многословить. Апостол Павел чувствовал стеснение от ангела Сатаны и прямо об этом молился. 2 Кор. 12,8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Его от меня». На первых двух ступенях все должно быть конкретным. За что благодарю? За Дух Святой, за Евангелие, за тех, кто перевел на русский язык чудное Слово Божие. Я каждый день благодарю Бога за то, что дал людям разум изобрести компьютер, печатные машины, бумагу. Благодарю Бога за программистов, заложивших Библию, книгу правил и многое-многое другое. Филиппийцам 4,6. «Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте слова, свои желания пред Богом». Покой мне нужен, грудь болит. Озлоблен ум и ноет тело, все, отчего душа оскорбит, вокруг меня весь день кипело. Куда бежать от громких слов? Мы все добрые и непорочные, боготворить себя готов, иной друг правды безупречный. Убита совесть, умер стыд, и ложь во тне царит свободно. Никто позора не казнит, никто не плачет всенародно. Между нами мучеников нет, на крик «Спасите!» милт ответа. Не выйдем мы на Можий свет, наш рабский дух боится света. Быть может в воздухе весь бред. Чему бы гибнуть процветает, чему бы свистки роняет свет, и жалкой смертью умирает. Раев, 1856 год, Иван Завич Никитин. Богу нашего слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.